Во вторник с рабочим визитом в Кашхабльский район прибыли спикер парламента Адыгеи Владимир Наружный и председатель комитета по огромным вопросам и имущественным отношениям Аскер Сав. Гостей встречал глава района Заур Хамирзов. Целью их приезда стала смотра полей, где полным ходом идет уборка зимой пшеницы. Владимир Иванович и Аскер Хаджумарович побывали в одном из крупнейших и успешных хозяйств муниципалитета, руководителем которого является депутат Госсовета Хаса Республики Адыгея Зураб Зехов. Мы решили сегодня посетить несколько хозяйств в нескольких районах, это Геогинский, Шовгиновский и Кашхабльский район, с учетом того посмотреть, как работают избранники народа, депутаты Государственного совета Хаса Республики Адыгея. А я скажу сегодня, вот это третье хозяйство, где мы находимся у депутата Зихова. Ну вы знаете, вот пропагандировать надо сегодня не только как депутата, но как руководителя хозяйственника. Вот мы сегодня услышали, вот ехали по полям Кашхабльского района вместе, значит, с главой, значит, с Зауром Скорбевичем. Ну и обсуждали те житейские проблемы, которые сегодня и мучают, и волнует сегодня народ. Это отток из сельского населения, значит, ну его можно будет прекратить этот отток только путем предоставления рабочих мест. Вот сегодня в этом небольшом, казалось, хозяйстве, где тысячу гектаров пашни, работает 25 человек. Ну, вы знаете, это не в каждом хозяйстве, где тысячу гектаров, значит, работает 25 человек. Это хороший, заразительный пример для всех тех, значит, кто еще прячет эти серые зарплаты, кто еще нанимает на один день, два. Который не беспокоится сегодня о потенциале кадров завтрашних дней, значит. А сегодня вот наш депутат, наш депутат, Зураб, видите, он, значит, эту проблемную задачу решает. Сегодня вот средний возраст работающих, насколько я понял, значит, в районе где-то 35 лет. Это же хороший задел кадровой политики на несколько пятилетий вперед. Свой объезд гости начали с осмотра механизированного тока, где уже было складировано собранное зерно. Председатель Госсовета Хаса отметил, что в Адыгее, где значительную часть населения составляют жители села, агропромышленный комплекс всегда был и остается одной из ключевых отраслей экономики. Обижая сельхозугодие, хозяйство было отмечено, что сельскохозяйственный год выдался необычайно сложным. Но, несмотря на все капризы природы, увиденная картина не может не радовать глаз. Ну, а посевы, посевы сегодня, значит, вот Кашкабальцев, где мы проехали, сегодня радуют. Радуют. Мы были в какой-то мере, значит, вот я, как бывший работник сельского хозяйства, вы знаете, я очень переживал, когда шли сильные дожди, когда, значит, пошли паводки, значит, которые затопили десятки, сотни, значит, наших гектаров. Когда, значит, во время цветения шли проливные дожди. Когда, значит, могли вспыхнуть всевозможные болезни от перевлажнения. Но сегодня я убеждаюсь, что вот все те переживания и руководство республики, и всех тех, кто отвечает сегодня за республику, я имею в виду, и сельское хозяйство, и управление сельских хозяйств, и министерство сельского хозяйства, и, в общем, жители нашей республики, вы знаете, вот сегодня мы еще не до конца вздохнули и не сказали им, что будет хлеб, а будет хлеб, будет песня. Значит, что наши жители будут обеспечены качественным зерном, затем качественной мукой, качественным хлебом и так далее. На полях зреют прекрасные, сегодня поля, кукурузные поля. Значит, виды на урожай очень и очень высокие. Ну, в том, что нас стихия немножко подвела, ну, никуда не денешься. Мы живем, как говорится, вот на этом нашем шарике, который вот сегодня нам преподносит всевозможные аномалии, которые, значит, влияют сегодня и на результаты работников сельского хозяйства. А, в общем, я хочу сказать, что кашхабальцы всегда были в авангарде, наверное, в выращивании сельскохозяйственных культур, да и в других вопросах. Поэтому я думаю, что мы сегодня с Оскаром Хажимаровичем им уже пожелали и снова желаем, наверное, им добрых, хороших результатов. Так, чтобы за крома республики Адыгея, в которые они всегда вносили весомый вклад, чтобы это продолжалось долгие-долгие годы. А все те, кто занимается на полях, будут здоровы, пусть будут счастливы, пусть, как говорится, увеличиваются семьи. Ну, а мы все будем радоваться успехам кашхабальцев. Что касается самого хозяйства, уборка здесь в самом разгаре. Из имеющихся 400 гектаров пшеницы на 10 июля убрано 200 гектаров с урожайностью 55 центнеров. Валовый сбор составил 1100 тонн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok